Убран хлеб, и тишина осенняя обняла простор прозрачным звоном. Вспоминает поле дни весенние, стройных стебельков ковьер зеленый, тучки грозовые, дождик ласковый, жаркий полдень и ночные росы. И земля вздыхает, не напрасно ли дожидались осени колосья? Но колосья, золотом налитые, до земли склонились сиротливо. Нива ждет, стоит, людьми забытая, ждет с надеждой, долго, терпеливо. Нет жнецов, и в щетном ожидании столько укоризненной печали. В каждом колоске одно желание, чтобы зерна мягким хлебом стали. Полоса несжатая, полосонька, мне другое грусть твоя напомнила. Есть поля, как золотые россыпи, зрелыми колосьями наполнены. Глазам не окинуть необъятную ширину полей, и сердце сжалось. Стали вдруг слова Христа понятными. Жатвы много, делателей мало. Посмотри, и нивы благодатные ты увидишь среди самых близких, обойденной, полосой несжатою, до земли склоненных, низко-низко. Как они томятся одиночеством, как согнул их плечи груз греховный. Среди шума, тишины им хочется, и рассвета после ночи темной. Хочется неприходящей радости после бур земных успокоения, после слез потоков счастья сладостных, всех печали и тревог забвения. Но, увы, не сбыться их мечтаниям, если жизнь пройдет вдали от Бога. А в тебе живет ли сострадание к тем, кто гибнет? В нем ли жатвы много? Все ли сделал ты для их спасения? Не прошел ли с равнодушным взглядом мимо тех, кто слово примирения мог услышать, быв с тобою рядом? Труд огромный, но убрать несжатое время есть. И ты сегодня людям покажи Христа распятого, расскажи им о любви Господней. Не оставь ни колоска на пажите близких, приведи к кресту собою. И тогда, придя в обитель, скажешь ты, «Вот мой дом, и я перед тобою». Наклонись над спелыми колосьями, уж давно настало время жатвы. Жду тебя те золотые россыпи. Поспеши, ведь близок час закатный. Аминь.